Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это четвертая часть урока по PhoenixFD. Предыдущую часть можете посмотреть, нажав на подсказки вверху. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. В предыдущем уроке я остановился на симуляции кофе. И сейчас посмотрим, за сколько она посчиталась. А затем отрендерим ее на V-Ray Cloud. Итак, симуляция кофе посчиталась за 55 минут 6 секунд. Напоминаю, что эти просчеты я делаю на нашем фермерском сервере Dual Xeon E5 2670, имеющем 32 ядра. А рендер запускаю на V-Ray Cloud. На V-Ray Cloud рендер закончился за 22 минуты 59 секунд. Его я делал на 100 серверах. За этот рендер ферма взяла почти 54 кредита. И вся секвенция весит 4 ГБ. Давайте посмотрим, что получилось в PD-плеере. Итак, рендер симуляции кофе без denoise выглядит таким образом. Все достаточно реалистично. Формируется пена, формируются пузырьки, автоматически настроился материал кофе. А так выглядит рендер симуляции с denoise. Как можете заметить, в данном случае denoise справился со своей задачей и не замылил мелкие детали. Но шум удалил. Да, есть некий flickering и в конце присутствует шум на пене. Но тут уже просто нужно экспериментировать с настройками самого рендера и denoise. Я думаю, что с этим у вас не будет проблем. Идем дальше. Далее следует пресет меда и для его симуляции я подготовил такую сцену. Как обычно, Phonics Source назначил ID.2, которое применил к нижней части экранника и анимировал Outgoing Velocity, чтобы на 480 кадре подача меда закончилась. После чего я сделал анимацию ложки, которая помещается в банку и потом немного подымается. Таким образом, сделал имитацию интересного эффекта, который есть в реальной жизни. Настройки симуляции достаточно простые. Cell Size я поставил равный 0.5 сантиметра. Чтобы Total Cells не был больше 1 миллиона. Также включил Adaptive Grid и Maximum Expansion. Значение его оставил по умолчанию. Мало ли, может банка взорвется и мед разлетится по стенкам. Итак, запускаем симуляцию. Итак, симуляция меда закончилась за 4 часа 25 минут. Отправляю на рендер V-Ray Cloud. Рендер 810 фреймов симуляции меда прошел за 7 минут 15 секунд на V-Ray Cloud. Было потрачено 23 кредита и она весит 6 Гигабайт. Давайте посмотрим, что получилось в PD-Player. Сначала смотрим без denoise. И как видите, присутствует мелкий шум. Но мне кажется, что без него такого рендера достаточно, чтобы понять, что у вас получилось. Дbli идёт рендер за 29 минуту. a a a a a a w a o a Также, если у Вас мало времени и Вы хотите быстро оценить, что у Вас будет в финале. То Denizer хорошее решение при низких настройках. За счет этого, рендер идет быстрее и результат вполне годится для того, чтобы оценить симуляцию. После меда идет симуляция шоколада. Чтобы ее выбрать, достаточно нажать и удерживать левую кнопку мыши на иконке меда. Для симуляции я подготовил такую сцену. Как обычно, в Liquid Source установил ID.2, который назначил на нижнюю часть розового объекта. Настройки симуляции выглядят таким образом. Total Sales не больше 2 миллионов. Контейнер открыт по всем осям, чтобы шоколад не упирался в его стенки. И также включил Adaptive Grid. Запускаем симуляцию. Итак, симуляция шоколада закончилась за 3-4 минуты 16 секунд. Давайте посмотрим, за сколько она отрендерится на V-Ray Cloud. Рендер симуляции шоколада на V-Ray Cloud прошел за 3 минуты 5 секунд. Вес 5 ГБ. Цена 4,5 кредита. Теперь давайте посмотрим, что получается в PDF-плеере с Denizer и без него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Симуляцию. Итак, симуляция крови закончилась за 54 минуты 17 секунд. Теперь отправляю на V-Ray Cloud и смотрим, что получится в PD Player. Итак, данная симуляция на V-Ray Cloud отрендерилась за 3 минуты. Стоимость 4 кредита, вес 3 ГБ. Идем в PD Player и смотрим, что получилось. Так выглядит результат без Denoise. Продолжение следует... А так с ним. Идем дальше. Далее следует симуляция краски. Для нее я создал такую сцену с тремя сферами. На каждую из которых назначил разный цвет с помощью настроек в Liquid Source. Просто задаем цвет для параметра RGB. И именно такого цвета будет длиться краска с объекта, который вы добавили в Liquid Source. Анимация в сцене выглядит таким образом. 130 фреймов, я думаю, будет достаточно для такой симуляции. Настройки симуляции выглядят так. Запускаем ее. Итак, симуляция краски закончилась за 1 час 28 минут. Отправляем на V-Ray Cloud. И смотрим, что получилось в PD Player. Рендер симуляции красок на V-Ray Cloud закончился за 8 минут 25 секунд. Цена 22 кредита. Вес 10 Гигабайт. Смотрим, что получилось в PD Player. Так выглядит результат без Denoise. А так с ним. Идем дальше. Далее идет симуляция чернил в воде. Настройки по дефолту. Сцена для симуляции вылеет таким образом. Запускаем ее. Итак, симуляция чернил закончилась за 52 минуты. Отправляем на рендер в V-Ray Cloud. И посмотрим, что получилось в PD Player. Итак, рендер симуляции на V-Ray Cloud, который теперь называется House Cloud. Закончился за 21 минуту 28 секунд. Цена 67 кредитов и размер 3 Гигабайта. В последней версии House Cloud у Вас есть возможность запустить анимацию прямо в браузере. Но я сейчас не буду этого делать, так как качество гораздо ниже, чем в PD Player. И как Вы помните, я показываю два варианта. С деноизом и без. В браузере, к сожалению, нет этой возможности. Так что идем в PD Player. Так выглядит результат без Enoiser. Обычный рендер. А так выглядит результат без Enoiser. Что-то я не заметил сильно большой разницы. Да и мне кажется, что в таких случаях нужно избегать деноизера. Так как у нас много мелких частичек и при увеличении его настроек, он просто размоет их и мы потеряем важные детали. Еще скорее всего, Вы заметили, как во время анимации некоторые частицы пропадают странным образом. Я пока не могу сказать из-за чего, так как первый раз с этим сталкиваюсь, но в следующих уроках, когда я буду рассказывать о всех настройках, я буду стараться подробно рассказать о таких моментах и как в результате получить довольно качественную симуляцию без багов. Идем дальше. Итак, следующим по списку после чернил идет пресет водопада. Для симуляции данного пресета я подготовил такую сцену с такими настройками. Модель скалы взял с Quixel Megascans в библиотеке. И я хочу напомнить, если Вам что-то сейчас непонятно, как я говорил ранее, после демонстрации пресетов и тестов симуляции на наших серверах, я буду подробно рассказывать о всех настройках, вкладках и так далее. И естественно, будем решать разные ситуации, избегать каких-то багов и прочих моментов. Все это будет дальше. Сейчас я бегло показываю некоторые настройки, чтобы хоть что-то было понятно и интересно. Итак, данная сцена, пресет водопада, запускаем симуляцию. Итак, симуляция водопада для 621 фрейма закончилась за 11 часов. Как обычно, выставляем стандартный пресет настроек рендера и отправляем на V-Ray Cloud. Затем смотрим, что получилось в PD-плеере. Итак, рендер водопада на House Cloud закончился за 59 минут 13 секунд. 622 фрейма. Цена 332 кредита. Вес 2 ГБ. И как можете заметить, здесь написано fail. Тогда, когда я делал этот рендер 7 ноября 2018 года, такая проблема часто появлялась, так как V-Ray Cloud был в стадии бета-теста. И возникали непонятные ошибки, которые, конечно же, сейчас исправили. А если они возникают, то можно быстро бесплатно перерендерить эти фреймы, так как за них возвращаются кредиты. Если вы нажмете на данную иконку, то вы увидите, какие фреймы не отрендерились и получили статус failed. В данном случае, это фрейм 93, 194 и 562. Так как я делал этот рендер тогда, когда еще не возвращали кредиты, я не могу сейчас их перерендерить бесплатно. И на счету в данный момент у меня нет кредитов, чтобы вам продемонстрировать рендер этих фреймов. Поэтому в PD Player я буду показывать рендер без них. Но я думаю, они не сильно повлияют на конечный результат. Давайте же посмотрим, что получилось. Итак, так выглядит результат, который получился после рендера. Я думаю, что вы заметили, что в некоторых кадрах, картинка мигает, как будто выключается свет. В PD Player такие кадры отмечаются красным цветом, как битые или отсутствующие кадры. Как раз, как вы помните, у нас три битых фрейма, которые не отрендерились на ферме. Но они не сильно повлияли на конечный результат. И я думаю, его достаточно, чтобы понять, как работает симуляция водопада. И как вы помните, я же не делал финальных настроек. Поэтому, возможно из-за этого есть flickering воды на данной поверхности. Естественно, если сделать более высокие настройки рендера, то этот баг будет исправлен. Это все, что я хотел рассказать о пресете водопада. Идем дальше. А дальше остался последний пресет, который делает симуляцию океана. И о нем мы поговорим в следующем уроке. И как раз уже с этого урока, я начну рассказ о всех настройках, которые находятся в каждом из объектов PhoenixFD. И уже после них и повседневной практики, я надеюсь, что вы научитесь понимать все нюансы работы с PhoenixFD. Потому что я буду стараться рассказать очень подробно о них. И опять же, я надеюсь, что все эти знания, полученные после просмотра моих уроков, помогут вам реализовать все ваши идеи, связанные с VFX и PhoenixFD. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!